Вас приветствует команда Wolfix. Хочу представить вашему вниманию торговой модуль TradingDom, он же торговый стакан. Находится TradingDom в разделе Company, главного окна MarketWatch. Для того, чтобы начать, необходимо выбрать счет, тикер и нажать Apply. Итак, для начала разберемся, как торговать из TradingDom. Для того, чтобы отправить ордер, необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по колонке бидов, если это покупка, либо по колонке асков, если это продажа. Выставляя BuyOrder ниже равночной цены, мы выставляем BuyLimit, выше равночной цены, BuyStop, и аналогично для SellOrder. SellOrder выше равночной цены, это SellLimit, и ниже это SellStop. Все выставленные ордера у нас отображаются в колонке Orders. Для отмены ордера достаточно кликнуть правой кнопкой мыши по ярлыку ордера. Если же мы хотим изменить цену уже выставленного ордера, то мы выделяем его левой кнопкой мыши и перетаскиваем на нужный нам уровень. Для открытия позиций по рынку у нас есть кнопки BuyMarket и SellMarket. CancelAll отменяет все выставленные приказы, TradeOut закрывает все открытые сделки, а TradeOutAll отменяет все приказы и закрывает все открытые сделки. Итак, рассмотрим возможность добавления сложных приказов к уже открытой позиции. Нажимаем BuyMarket и далее жмем AddBreaket. И у нас открывается окно настройки сложных приказов. Сложные приказы доступны как в пипсах, так и в проценте цены и в валюте инструмента. Для примера выставим Take Profit в размере 40 пипсов и StopLoss 20. Также можно выставить несколько Take Profit, указав какую часть позиции в проценте, при каком значении закрыть. Например, при 20 пипсах 1 к 1 мы закроем пол позиции и остальную половину закроем на 40, то есть 2 к 1. Далее Трайлинг Стоп. Выставив значение 10, StopLoss автоматически начнет двигаться за ценой после прохождения 10 пипсов в нашу сторону. Тест Таргет Трайлинг Стоп Таргет определяет до какой точки будет двигаться Трайлинг Стоп. Например, указав значение Трайлинг Стоп 10, а Тест Таргет 2, Трайлинг Стоп перестанет двигаться на отметке плюс 2 пипса от стены входа. То есть, если мы хотим выставить Стоп Лосс в без убыток после прохождения 10 пипсов, то используем такие параметры. Активируем Тест Таргет и в данном случае выше чем плюс 2 пипса от стены входа Трайлинг Стоп не пойдет. И Тест Трайлинг Стоп Старт определяет с какой точки начнет двигаться Трайлинг Стоп. По умолчанию Трайлинг Стоп начинает двигаться с точки без убытка. Указав, например, значение 2, Трайлинг Стоп начнет двигаться не с точки без убытка, а с плюс 2 пипсов в нашу сторону. Для примера рассмотрим такой случай. Трайлинг Стоп оставляем 10, Тест Таргет 20 и Тест Старт 5. Что будет в данном случае? После того, как цена пройдет 10 пипсов, Трайлинг Стоп автоматически перепрыгнет на 5 пипсов от стены входа. И будет двигаться за ценой на расстоянии 10 пипсов до тех пор, пока не достигнет 20 пипсов от цены входа. И на этом он остановится. И Cancel All When отменит все ордера, когда будет достигнут Стоп Лосс, Тейк Профит, либо Стоп Лосс или Тейк Профит. Данный шаблон сложных приказов можно будет сохранить, нажав Save, ввезя имя и подгрузить в нужный нам момент. В правом верхнем углу доступна настройка брекет ордеров до открытия сделки. Активируем это поле, также выставляем необходимые настройки сложных приказов и Enable ставим On и нажимаем Apply. Мы видим, что брекет ордер активирован, эту сделку мы закроем. Таким образом, при открытии новой сделки Стоп Лосс и Тейк Профит будут выставлены автоматически. Вот наш Стоп Лосс и вот он Тейк Профит. Нажимаем Cancel All When, отменим все ордера. Далее проведемся по основным колонкам. Профит Лосс показывает потенциальную прибыль и убыток на каждом основном уровне. Ордерс отображает текущие ордера. Today – это гистограмма объема за текущую другую сессию. Last Trade – это объем сделок, накопленный за последние 2,5 секунды. Время это настраивается в настройках. К нему вернемся позже. Объем в каждой из ячеек обнуляется при двух условиях. Когда со времени последней сделки проходит более 2,5 секунд. И когда появляется новая сделка. Далее – прайсы, цена. Колонки Bit.Ask. Last Trade – Last Buy. Last Trade – Last Buy – это то же самое, что и Last Trade, только отдельно продажи, отдельно покупки. Чистить эти колонки – Last Trade, Last Buy и Last Sell – можно двойным кликом по названию колонки. Таким вот образом. Далее – Flow Sell – Flow Buy. Flow Sell – Flow Buy – это накопленный объем сделок, открытых по рынку. То есть исключительно рыночным ордером. Объем по отдельно взятой цене накапливается до тех пор, пока цена не пробьет этот уровень. Рассмотрим на примере Flow Buy. На данный момент у нас цена 43.34,5. И видим, что накопленный объем Flow Buy у нас 22 контракта. Так вот, значение в этой ячейке будет обнулено лишь после того, когда цена пробьет этот уровень. И вернется обратно. Flow Sell – Flow Buy нам позволяет оценить, насколько активны были покупатели, либо продавцы по рынку в конкретный момент. Идем далее. Дом Дельта показывает количество добавленных и снятых заявок по каждой цене. Last Trade – Week Contract – это гистограммы прошлого дня, текущей недели и текущего контракта. Дельта – это дельта за текущую торговую сессию. И Trade – гистограмма количества трейдов за текущую торговую сессию. Label – это возможность выставлять ценовые уровни, так же как и на графиках. Далее пройдемся по панели управления. Кнопка «Центр» отцентрует график относительно текущей цены. То есть, если мы сдвинем стакан вверх или вниз, то можем быстро вернуться к текущей цене, нажав «Центр». Lock Trade – это запрет на выставление приказов. То есть, активировав Lock Trade, мы не можем ни закрыть сделку, ни открыть новую. И «Автоцентр» автоматически центрует график относительно текущей цены. В правом верхнем углу мы можем выбрать тип приказа – это дневной, либо GTC. Дневной будет отменен автоматически на закрытии рынка, а GTC будет актуален до того, пока мы его не отменим вручную. Далее перейдем к меню «Сетап». Здесь у нас есть настройка лимитов на каждую колонку. Итак, рассмотрим настройку лимитов на примере видов. В поле «Варью» вводим значение, например, 80. Далее указываем цвет шифта, фоногистограммы и цвет границ ячейки. Также можно установить время действия фильтра. «Алерт» – это включение звукового оповещения при появлении указанного объема. «Репит» – это повтор звукового сигнала до тех пор, пока мы его не отменим. Откручить «Алерт» можно в меню «Сетап» или «Горячие клавиши Катрилл Плюс Е». «Сетап» – «Стоп Локал Алерт» – либо Катрилл Плюс Е. «Фокус» – если поставить «Он», значит, то окно будет мигать при срабатывании алерта. Это полезно, когда таких окон много, чтобы увидеть, где именно сработал алерт. И «Саунд» – это возможность подгрузить свои звуковые файлы. Еще раз введем значение и нажимаем «Нью». Итак, видим, что алерт добавлен. Вот наше выделенное значение, искомое значение. Для добавления нового алерта в этом же окне вводим другое значение, например, «90». Ставим лимит более высокого порядка. Выберем другой цвет и нажимаем «Нью». И вот добавился второй фильтр. Если же мы хотим изменить уже действующий лимит, то выделяем его. Меняем, например, цвет и нажимаем «Edit» – «Редактировать». И видим, что цвет в лимите, цвет выделенных значений поменялся. Также, как и в бракет-торзерах, есть возможность сохранения набора лимитов. Нажимаем «Save», вводим имя и сохраняем. Идем далее по меню «Setup». «Symbol Lookup» – это функция поиска инструментов. «Top Local Alerts». Мы уже упомянули. «Desktop». Эта функция позволяет настроить переключение между наборами окон. Например, у нас есть два набора окон. Скажем, «Tracing Dom» и «Time and Sales» или еще один график. Такого набора окон у нас два с разными инструментами. Так вот, мы можем переключаться между ними, если они не влазят оба на монитор. Более подробно о функции «Desktop» у нас есть отдельное видео. Ссылка будет в описании под видео. «Волну Windows» – клонировать это окно. «Labels» – вставка либо удаление уровней. «Delta Type». «Delta Type» – это выбор типа «Delta» – «Tick Direct» либо «Aggressor». Более подробно об каждом из типов «Delta» у нас есть отдельная статья. Ссылка будет также в описании под видео. Далее, спецификация контракта. Код «Ки» – это горящие клавиши. «Change Columns» – настройка столбцов. То есть, можем убрать ненужные нам столбцы, либо добавить какие-то новые. И «Settings» – основные настройки. Быстренько по ним пробежимся. «Font» – это размер шрифта. «Clear Last Rate». Это как раз таки относится к колонкам «Last Rate», «Last Sell» и «Last Buy». То есть, время за которое колонка, то есть, отдельная ящейка будет очищена. По дефолту это 2500 миллисекунд, 2,5 секунды. «Best Bid Ask on Price» – отображение лучшего бида и лучшего аска в стакане. «Allow Row Selection» – позволяет просто выделять определенные ценовые уровни. То есть, мы можем кликнуть и выделить какой-то из ценовых уровней. «Dom Delta Buy» – у нас есть «Self» – показывает снятые и добавленные ордера на каждом уровне. И «Mirror» – то есть, зеркальные уровни. Показывает разницу между бидами и асками относительно зеркальных или рано удаленных уровней. Она позволяет оценить перевес между бидами и асками в конкретный момент. Рассмотрим на примере. Вот наша цена. 43.22. То есть, при данном расчете дельты у нас равнивается первый аск и первый бид. 8.13 равно 5. То есть, в данном случае перевес на стороне покупателей. И аналогично с второй строкой. Вторая строка асков и вторая строка бидов. 30 минус 28. 2 лота в пользу покупателей и так далее. Идем далее по меню «Settings». Также у нас доступны цветовые настройки. LastPriceLine отображает текущую цену. VolumeText – это отображение объема в цифровом формате. И VolumeHistogram – отображение гистограмма объема. То есть, например, мы можем оставить к-текст, либо таким же образом убрать текст и оставить лишь гистограмму. И аналогично для дельты, бидаск, лоу и так далее. И TodaySideLine показывает цену открытия и закрытия текущего дня. Идем далее по меню «Setup». Trading Settings – торговые настройки. Confirm or Descent – это подтверждение отправки ордера. Confirm or the Cancel – подтверждение отмены ордера. Далее еще «Send Successful» – уведомление об успешной отправке ордера. AutoClose and Fail. Автоматическое закрытие уведомления об неудачной отправке ордера. Hide the Coin Balance – это спрятать текущий баланс. Hide Open P&L – спрятать текущий результат под крытым позицием. Hide Pips P&L – спрятать текущий результат в пипсах. И Hide Close P&L – спрятать результат по закрытым позициям. Также доступны определенные цветовые настройки. Hide Resin Panel – также можем спрятать торговую панель, если мы используем двигающие клавиши для торговли. Hide Global Lines – спрятать линии, которые скопированы с других графиков. Тройка Risk Management – подробнее о Risk Management у нас есть отдельная статья. Ссылка также будет в описании под видео. Далее – Hide Control Panel – спрятать панель управления. Ставим тап – оставаться поверх других окон. Independent Mode – независимый режим. Это активация режима окна с независимыми настройками. Благодаря чему у данного окна могут быть установлены другие настройки, фильтры и отображаемые уровни. Например, нам необходимо два стакана с одним и тем же инструментом, но с разными лимитами в каждом окне. В данном случае нам будет необходим Independent Mode. и Market Replay – это перевод окна в режим Market Replay. Оно необходимо для торговли на истории. Более подробно о Market Replay у нас есть отдельное видео. На этом все. Если у вас есть какие-либо вопросы по платформе, можете смело их задавать в нашей техподдержке. Будем рады помочь. Благодарим за внимание. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова